Глава пятая. Беседа в Яссии с Нарадою. Сута сказал. В ответ на приветствие старца, божественный певец улыбнулся и, удобно расположившись, тронул струны своей людни. — О, сын Порошары! — молвил Нарада. — Я знаю, в чем твоя печаль. Не может быть счастлив тот, кто ублажает свою плоть и ум, пренебрегнув душою. В трудах своих ты же вописал пути к умиротворению, посредством делания и мудрствования. Но сам ты обрел ли покой, достиг ли того, чему учил людей? Мудрствование и забота о плоти еще никого не сделали счастливым. Ты проник в тайну безмятежного духа, прикоснулся к вечности, но разве сделало это тебя счастливым? Ты достиг всего, к чему призывал других существ, но по-прежнему чувствуешь, будто не завершил своего дела. Вьяса отвечал. — Все, что ты сказал, блаженный странник, — сущая правда. И я не знаю, как избавиться мне от гнетущего неудовольствия. Научи меня справиться с моею бедою, ведь для тебя, сына саморожденного, нет тайн в целом мире. Тебе верно и известны пути к счастью, ибо, отдав себя во служение непорочному, создателю, разрушителю и хранителю бытия, ты, как и он, не подвержен трем состояниям обмана. Словно ветер, ты странствуешь по миру, словно свет, пронизаешь бытие, потому ведаешь, что творится в моем сердце. Я действительно полагал, что, познав вечное, обрету покой, но вместо того стяжал лишь пущие тревоги. Благословенный Нарада молвил. Причина твоего неудовлетворения, Вьяса, кроется в том, что истину, кою ты проповедовал, ты не увязывал с красотою. Учение, где прекрасное не провозглашено высшей истиной, ущербно и, стало быть, ложно. Такое учение не упокоит душу, не вселит радости в сердце. Ты разъяснил человеку его долг, призывал к трудам праведным. Но пред кем человеку надлежит исполнять свой долг, кому должен посвящать труд, ты не поведал. Не указал, что узами долга человек связан лишь со всеблагою красотою. Речи, что не славят непорочную красоту, точно воронье карканье. Они, безусловно, ласкают слух обитателям сточных ям и отхожих мест. Лебедям же вороньи крик, что ушат помоев на голову. Лишь песни о красоте избавляют душу от тревог и печалей. Пусть даже, изреченная несовершенным языком, повесть о совершенствии ласкает слух и наполняет сердце жизнью. Всякий, кто вслушивается в свое сердце, кто честен с собою, откликнется на песнь, призывающую к поиску всеблагой красоты. Целью человеческой жизни ты объявил самопознание, свободу духа. Но свобода, как и труд ради плодов, труд принудительный, не принесет душе счастья. Ты не научил людей, что лишь бескорыстное, безропотное и беззаветное служение непорочному владыке способно утолить все чаяния сердца. Милостью свыше, в ясо, тебе дарованы честность, верность истине и способность видеть суть происходящего. Поэтому, узрев чудесную игру неотразимой истины, ты сможешь достоверно живописать ее и тем самым поможешь людям освободиться от оков обмана. Все, о чем ты поведал прежде, образы, имена и события, не обращает внимание человека к прекрасной действительности, потому лишь тревожит ум, как ветер, лодку в море. В учении о долгии ты описал способы достижения человеком своих целей. Но целями для себя люди полагают славу, богатство и чувственное удовольствие. Теперь, благодаря тебе, они уверились в том, что Слово Божье, веды, поощряют тщеславие, наживу и распутство. Разъяснив людям высший закон, ты указал им путь к беззаконию. Не благодетелем ты оказался роду человеческому, но лиходеем. Не к сиюминутным вещам ты должен был направить взор человека, не к приходящим удовольствиям, но к вечному счастью. И не к свободе должен привести поиск счастья, но к любви. Свобода от обмана, осознание своей подлинной, вечной природы – не самоцель. Умение верно распорядиться свободою, знанием о своей истинной сущности – вот чему ты должен научить людей. Не беда, если человек, отказавшись от ложных целей ради поиска красоты, так и не достиг желанного. Все одно – это лучше, чем преуспеть на поприще тщеславия, власти и чувственных удовольствий. Поиск бесконечного бесконечен. Разумен тот, кто не ищет счастья среди приходящих вещей. В призрачном зримом мире, ни в высших его областях, ни в низших, не сыскать того, чего жаждет наше сердце. А плотские удовольствия искать не обязательно, они сами тебя найдут непрошено, впрочем, как и страдания. Ищущий спасение в красоте, навеки связал себя с нею незримую нитью. Раб прекрасного, даже если в минуту слабости потерял веру в своего господина, никогда уже не будет чувствовать себя уютно в мире тщеславия, силы и обмана, ибо испивший однажды сладкий хмель служения красоте во всем прочем будет чувствовать ядовитую горечь. Господь Бог заключает в себе все сущее, и Он обособлен от всего сущего. Всевышний сотворил зримый мир, хранит его в себе и вбирает в себя в пору уничтожения. Этим речением ты предваряешь веды. Твоему взору открыто все, что было, есть и будет. Ты видишь единую причину мироздания, того, кто сознает мироздание, кто объединяет в своем сознании все сущее. Ты явился в мир, дабы нести людям свет истины, стало быть, поведой им об играх, что творятся в запредельной действительности, там, по ту сторону зримого бытия. Мудрые недаром говорят, что покаяние, самопожертвование, стяжание наук, усмирение страстей и самопознание – бессмысленные вещи, если не побуждают человека искать совершенную красоту, о которой возможно говорить лишь стихами. Что до меня, то в прошлой жизни я родился сыном чернавки, которая прислуживала в доме священника, стяжавшего многие знания. Однажды в хозяйском доме остановились странствующие старцы, дабы переждать дождливое время года. Я подрядился прислуживать почтенным гостям. Хотя странники, как и все постигшие единство бытия, были безразличны к окружающим и окружающему, ко мне они отнеслись с благосклонностью, видя во мне скромного, уравновешенного и неохотливого до игр ребенка. Понравилось им и то, что я был послушан и немногословен. Однажды, с дозволения старцев, я отведал остатки их трапезы, и мир вокруг неожиданно изменился в моих глазах. Ничто более меня не радовало и не печалило. Ничто не вызывало восторга и удивления. Я замкнулся в себе и большую часть времени посвящал самосозерцанию. Но всякий раз, когда гости мои заговаривали о Кришне, я весь обращался вслух, ловил каждое их слово и не мог насытиться сладостными сказаниями об играх неотразимого Господа. Я все чаще ловил себя на мысли, что Господь овладевает моим сознанием, что опостыл мне зримый мир и его некогда соблазнительные образы. Я понял вдруг, что тело мое и мысли не принадлежат мне. Это чуждые мне одеяния, которые лишь сковывают мое существо. И так всю осень, покуда святые странники жили в хозяйском доме, я внимал их рассказам о Кришне. Во мне рождалось неосознанное желание служить очаровательному владыке, затмевая все прочие желания к творчеству и бездействию. Я необычайно привязался к своим благодетелям, был счастлив каждой возможности послужить. Во всем покорно слушался их и верил в них беззаветно. В сердце моем вскоре не осталось и следа от страхов и сомнений, что свойственны смертным. Перед самым уходом великодушные мои спасители поведали мне тайное учение, что Господь Вседержитель поведал перворожденному существу при сотворении мира. Я постиг то, как действует выражающая сила Создателя, Хранителя и Разрушителя Всего Сущего, как пленит она в своих сетях чадо Божье. Я узнал и способы освобождения от коварных чар, и путь, ведущий к лотосным стопам Всевлагого Владыки. «Святые странники поведали мне, что лучшее лекарство от печалей и тревог безропотно служить Всевышнему. Это и благо для души, и ее естественная потребность». «Разве не знаешь ты, любезный Вьяса, что вещество, вызвавшее болезнь, может быть лекарством, если употребить его в известном количестве?» Тот самый труд, что делает человека рабом призрачных достижений, может стать орудием освобождения, если посвящать его Всевышнему. Если человек помнит о Боге, то чем бы он ни занимался в жизни, его труд будет служением Богу. Тому, кто помнит о Боге, Бог помогает найти путь в Его Царство. Всякой душе, посвятившей себя осознанному служению Кришне, Он открывает свое имя, свой облик, самое себя. Я покорно склоняюсь пред Господом Кришною, кто есть всеблагой Васудева, любвеобильный, продюмно, неодолимый, а не рудха и искуситель Санкашина. Образ Бога заключен в Его имени. Учители научили меня видеть образ незримого в звуках, что песни льется из уст святых. Обращаться к безымянному по именам, коими величают Его непорочные души. Имя Господа я услышал от Своих учителей. Я искал Его всюду, внутри и вовне себя. И в ответ на мою мольбу чернокудрый Господь Кешева открыл мне свою природу, пробудив во мне неодолимое к Нему влечение. Что до Тебя, почтенный Вяса, Ты должен поведать миру о прекрасном Кришне, Его забавах и нраве. Постигшим истину Ты укажешь путь к счастью, страждущим путь к спасению, свободным путь к любви. Нет иного способа утолить жажду сердца, кроме как отдаться на милость совершенной красоте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok